это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер серьезный отчасти трагический разговор предстоит нам сегодня и поводом к нему стала следующая дата 18 августа 1929 года в киеве родился советский писатель анатолий кузнецов да я уже слышу некоторые удивления некоторые сомнения слышу даже через экран а собственно кто это такой соглашусь можно не знать этого писателя анатолия кузнецова но тут тот случай когда предмет исследования оказывается несравнимо больше самого автора анатолий кузнецов написал вот эту книгу бабий яр книгу поразительной судьбы книгу изменившую жизнь самого автора да и многих ее читателей роман этот или как заявлено роман документ рассказывает о массовых расстрелах в урочище бабий яр в киев напомню что немцы оккупировали киев 19 сентября 1941 год и сразу же запустили схему по установлению так называемого нового порядка схему зачищавшую любое проявление жизни волю первыми под удар этой сатанинской машины традиционно попадали коммунисты и евреи собственно уже 27 28 сентября нацисты дали приказ всем евреям киева явиться к бабьему яру под предлогом переписи населения 29 сентября евреи пришли к бабьему яру вместе с ними к слову были люди других национальностей тут же находились столы для так называемой регистрации на практике данная регистрация действовала следующим образом у несчастных людей группа 30 40 человек отбирали документы ценности а после палками загоняли во враг где расстреливали за два дня 29 и 30 сентября 1941 года было уничтожено 33 тысячи семьсот сорок один человек по большей части евреев расстрелы продолжались и после этого по разным данным вплоть до освобождения киева в 1943 году было уничтожено от 70 тысяч до двухсот тысяч человек тут важно отметить что подобная практика реализовывалась нацистами повсеместно частности в моем родном севастополе еврейское население собрали на стадионе динамо а после либо затравили в душегубках либо расстреляли в противотанковых рвах в районе балаклавского шоссе в киеве же в бабьем яру в частности уничтожением людей ни в чем не повинных людей занимались как нацисты немцы так и полицаи то есть местный коллаборант частности последних набрали жителей западной украины хотя справедливости ради некоторыми источниками данный факт во всем отрицать теперь собственно книги ее автору анатолий кузнецов стал свидетелем нацистской оккупации киева и вот по совету соседки он начал вести дневник который стал основой для романа документа бабе яр в 1966 году кузнецов издал свой труд журнале юность но серьезными сокращениями думаю не стоит объяснять что сокращение эти касались действий советской власти красной армии вообще скажем так неоднозначных мест и вот тогда собственно кузнецовым овладела буквально идея фикс он захотел издать весь роман без сокращений без купюр без права для этого в 1969 году кузнецов сбежал из ссср в лондон надо заметить это важно что на родине кузнецов не подвергался никаким репрессиям не преследованиям ничего такого не было то есть он ну например состоял в редколлегии той же юности и вообще вел ну давайте так весьма богемный если не сказать развратный образ жизнь однако чтобы опубликовать весь роман он сбежал в лондоне там по большей части он уже выживал хватался за любую работу был задавлен что называется обстоятельствами и по факту не написал ни одной книги однако мечта его сбылась бабе яр был издан в полном своем варианте с предисловием и послесловием автором опять же любопытно что даже после полного издания роман не завоевал какой-то колоссальной популярности известности на западе как рассчитывал вероятно на ту автор он по-прежнему оставался популярен прежде всего в советском союзе и собственно в россии да действительно крайне сложная изломанная вывихнутая как сустав судьба и у книги и у авторов но пожалуй так только и бывает когда создаешь произведение стараясь запечатлеть правду но тут я делаю ремарку правду как лично ты ее понимаешь то есть правду человеческую людскую она неизбежно противостоит правде государстве густо замешанной на политике и идеологии то есть выражаясь просто бабе яр он был не за наших и не за ваших не за красных и не за белых он был сам за себя за людей и вот тут я вспоминаю блестящую фразу юрия трифонова он писал так когда-то вот этого не понимаю черные да белые мракобесы да ангелы и никого посередки а посередки то все и от мрака и от бесов и от ангелов в каждом вот роман анатолия кузнецова собственно об этом а тех кто посередки и а те кто в зависимости от обстоятельств становился то бесам то ангел еще более любопытно судьба бабьего яра на родине писателя на украине здесь роман вот совсем недавно запретили ну пока что его изъяли из школьной программы но мы знаем что дальше больше вообще конечно это санкционная болезнь украина она просто феноменальна какое-то просто маниакальное желание запрещать орудая вот этими гигантскими ножницами чтобы вырезать то или иное произведение культуры из украинской реальности причем логика такой агрессии против культуры но лично мне она просто непонятно она во многом абсурд но вот скажите чем опасен для украинской государственности блестящий рассказ антона павловича чехова хамелеон или вот чем опасны басни крылова но у не знаю какую угрозу украинскому суверенитету несет герой нашего времени лермонтов вот и роман документ анатолия кузнецова бабе яр тоже запретили на украине тут мне вспоминается качестве ремарки фраза гитриха банхефера глупость страшнее злобы ну а банхефер знал толк это был немецкий пастор который был казнен нацистами впрочем друзья есть и иная сторона этой истории они тоже нужно всерьез поговорить украина в последние годы весьма настойчиво пересматривает трагедию бабьего яра частности она всячески отрицает причастность к данной трагедии формирование ауну по само отношение к трагедии искажаются до трагедия но не так что и ревизия в том числе может быть и прежде всего происходит в культурной сфере но тут один пример показательный на мой взгляд пример вот есть такой вот я ведь и не поленился принес эту огромную книгу есть блестящий роман дженатана литтала благоволительниц это роман о сталинграде о войне в сталинграде и тут помимо прочего рассказывается о преступлениях украинских воинов из ауну по так вот когда решили сделать украинский перевод данного романа то к нему хотели добавить соответствующее предисловие где отрицалась бы любая причастность бандеровцев к уничтожению евреев во время второй мировой войны ясно что такое предложение было решительно отвергнуто самим автором в общем случился вот такой вот казус согласитесь весьма показательная ситуация впрочем тут надо отметить что отношение к холокосту она претерпевает изменения во всей европе ну вот та же германия до призвала украину вступить в международный альянс памяти о холокосте ну то есть германия где собственно начали холокост призывает украину где до сих пор возведены в культ бандеровские нарративы призывающие убивать евреев вступить в альянс памяти о холокосте но какой-то сюр совершеннейший очевидно что подобный подход когда переписывается история нагло переписывается перевирается ведет лишь к одному такой подход ведет повторение трагедии причем при таком раскладе происходить эта трагедия будет скажем так видоизмененном ведь уже происходит сейчас я объясню что я имею ввиду да безусловно преступно отрицать трагедию холокост а когда уничтожили по меньшей мере 6 миллионов евреев однако точно также преступно отрицать то что во время второй мировой войны или великой отечественной войны было уничтожено по меньшей мере 10 миллионов славян на оккупированных территориях гитлеровцы проводили политику геноцида методично истребляя мирное население и вот смотрите пресловутое международное сообщество сделала вывод относительно евреев их уничтожения но геноцид славянского населения так и не был признан и вот давайте смотреть дальше ведь именно русские сегодня подвергаются в мире наибольшим преследуем вешается фактически ярлык что русский значит плохой и не кто-то скажет что этому способствовали события начавшиеся 24 февраля 2022 года но это неправда потому что все это стартовало гораздо раньше в частности еще в 1946 году тогда нацистов постарались приравнять большевикам тех советским гражданам а позднее советский граждан к русски вот такая цепочка и сейчас эта логика получила закономерное продолжение я бы сказал усиление сегодня именно русские самая преследуемая нация во всем мире против них направлен главный удар вот что получается несмотря на все уроки истории человечество так и не научилась уважать тех кто хочет оставаться с собой а значит она рискует повторить еще не один бабе я это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения а